И всю славу за успешное учение отдают единому Богу. При этих условиях это здорово и прекрасно. Но как раз суть обличения Ешуа сводилась к тому, что ситуация стала другой. Как раз суть обличения Ешуа сводилась к тому, что в тогдашнем израильском обществе учителя учили, чтобы возвысить себя, сделать себе имя, доказать свою личную правоту. Учителя делали их собственное мнение мирилом правильности и всего другого. Учителя традиции своих учителей ставили выше Слово Божье и исправляли по своим понятиям Слово Божье. Естественно, это привело к ситуации, когда народ Божий, в подавляющем большинстве, веровавший в единого Бога, в подавляющем большинстве, стрелившийся жить по его заповедни, в подавляющем большинстве, на то время отвергнувший всякое идолопоклонство, тем не менее, оказался в стороне от прямого пути. Ему внушились, что те пути, которыми вели евреев, это прямые пути. А Господь показал эти пути ввиду смерти. Это очень важно для нас, понимаете. Смотрите, народ Израиля, единственный Божий народ. Люди из других народов, которые хотели спастись, которые хотели войти в предназначение единого Бога, должны были либо войти в народ Израиля, либо быть рядом с ними. Так называемые боящиеся Бога, которые не приняли обрезание, не исполняли ритуальный закон, но верили в единого Бога Израиля, были в общении с иудеями, верили в Тору, верили пророкам, верили Писанием и стремились исполнить нравственные заповеди. Вот это те категории людей из разных народов, которые могли рассчитывать на Божью милость и на спасение. Все. Никакой там церкви, никаких других порядков. Вот здесь сосредоточена вся истина. Вот здесь только им доверено Слово Божие. Вот у них великие благодатные преимущества. Как написано в послании к имамам. Правда? Великие преимущества. Сказал, что еще хотят? Живи, радуйся. Гордись тем, что ты евгей. И по мере сил черпай мудрость мудрецов. И приходят разные возмутительные. Сначала есеи, которые говорят, что и саддуки, и парисеи извратили путь истины. И осквернили храм Божий ложью. И поэтому нет смысла в служении в храме Иерусалимском. Нет смысла в посредничестве к агоним священства. Нет смысла в следовании за фарисеями. И они уходят в пустыню. И они удаляются от общества и садзи. Затем приходит Иоанн, который тоже уходит в пустыню. В пустыню зовет себе народ для покаяния, для обращения для отшивы. Говорит, покайтесь, потому что вся ваша внешняя праведность вас не спасет. Покайтесь от сердца, принесите плод покаяния. И говорит это в первую очередь вождям народа, книжникам, парисеям, некоторым саддукеям. И наконец затем приходит сам учитель с большой буквой, которого народу представляет Иоанн и говорит, я недостойно развязать обувь на его ногах. Недостойно развязать. То есть, что это значит? Раб развязывал и потом омывал ноги. Да? А Иоанн говорит, между мной и им такая дистанция, которая больше, чем между последним рабом и господином. Фух. Кто же? И вдруг Иоанн говорит, вот Агнец, берущий на себя грех и мир. Пасхальный адрес. Люди в шоке, ученики Иоанна. Понимают, что перед ним такая личность, которая превосходит предшествие. Если Иоанн принес свежее откроение, которое так послал народу, которое перевернуло жизнь в текущий день, то это тот, кто же он, несравненно выше Иоанна, тот, который начинает учить. Иоанн начинает учить, причем учить с властью, которой не было у парисеевых книжников. Все поражены, потому что никто из них не учился такой власти. Они все ссылались на мнения, на традиции других учителей, других книжников, других комментаторов. На самом деле они делали свои их мнения выше даже Слова Божьего, когда им это нужно было. Но все это они делали так, что людям было видно у них, у самих властей. А это действует с очевидной властью. И потом эта власть начинает подтверждаться чудесами и знамениями, неслыханными даже в Израиле, в котором знали Божьи чудеса. И этот учитель, который пришел от Бога, помните, Никодим сказал, мы знаем, что не может никто творить таких чудес, если он не от Бога. Поэтому мы понимаем, что ты учитель от Бога. И этот учитель начинает наставлять людей в основах как бы нового учения. И он говорит, что никого не называйте учителем, потому что есть у вас только один учитель. Да? Есть у вас только один учитель. Он говорит, что это очень приятно. А? И это в контексте никого не называйте отцом, если у вас только один отец. Ничего себе! Вот это да! Что же делать? Кто же он? И начинает он обращаться в первую очередь не к фарисеям и книжникам, а как раз к тем амарец, к тем простым и глупым людям, которые были фактически безнадежны с точки зрения фарисеев и книжников. Он начинает говорить с нечистыми так, как будь с тобой нечистым. Нам очень трудно понять. Фарисы буквально физически отделялись от народа. Потому что народ физически был для них лично. Физически. Потому что народ не соблюдал все каких-то ритуальных законов. А ритуальные законы умножались. Ритуальные законы умножались. Друзья мои, никто сейчас даже близко не может исполнить кэшрук. Потому что современный кэшрук это отдельные остатки того кэшрука, который был в грязни времени. Тогдашний кэшрук это была цельная система жизни. И настоящий кэшрук можно было соблюдать только в земле Израиля. Кто это знает? Только в земле Израиля. Потому что земля Израиля уже по постановлению мудрецов сама имела высокую степень чистота. А остальные земли нет. Но самое главное стоял храм. Центр всех жертвоприношений. И только через эти жертвоприношения очищались не только люди, но и все, что принадлежало людям. Без этих жертвоприношений, без труны, без десятин, без приношений. Там были еще целый ряд постановлений, которые делали жизнь и идея очень трудной. Но теоретически можно было выдерживать эту систему. А если не получалось, то следовали жертвы, очищение, омовение одной из главных пепел рыжей телеси. Потому что он снимал едва ли не самую сильную ритуальную нечистоту, нечистоту мертвого тела. Ну, вы, наверное, все-таки знаете. Вот. И это была стройная, всеобъемлющая система. Сейчас от нее остались кусочки. Кусочки. Да и то, на самом деле, знающие люди в иудаизме, они-то знают, что эти кусочки тоже неполноценны. Потому что ну, вы не будете есть свинину, вы не будете есть то и все, и пятое, и двадцатое. Но все равно на самом деле без трумы все продукты так или иначе нечисты перед Богом. А труму можно было по-настоящему приносить только в храм и отдавать только освящению. Вы знаете, что десятины как таковой в синагогах не существует. Они, раввины, не имеют права брать десяти. Понимаете? Поэтому сейчас попытки исполнения кашрута ну, это просто как личное желание человека выразить что-то Богу. Если это как желание выразить что-то Богу, желание подчеркнуть свою верность еврейскому народу это хорошо это нормально. Но ни в коем случае это даже теоретически даже с точки зрения самого иудаизма не может абсолютно дать ничего в плане спасения. Потому что невозможно соблюсти кашерный. И когда говорят сейчас знаете маразмы типа кошерный еврей не кошерный это отголоски вот тех парисейских верований садыкейских. Но на самом деле это настолько смешно для человека который хоть немного ознакомился с этой системой. Это просто для людей которые вот они решили тупо верить в современный иудаизм. Не Богу а в современный иудаизм в эту религию которая ничего ни общего не имеет с библейскими и для них они там уже слушают что раввины распространяют эти выгодные им мифы и повторяют и думают вот мы в курсе этот кошерный все абсолютно не кошерный ни один честный раввин ни один честный иудей ортодоксальный не взойдет на крышу храма не взойдет на храмовую гору потому что все знают нечисты они не имеют права туда входить где бы там не находилось святилище но это храмовая гора не то что во святилище даже уже ближний двор не имеет права обходить ни один искренний иудей потому что они все нечисты это маленькая справка но тогда была теоретическая возможность это все соблюсти но вы знаете сколько было фарисеев перед иудейской войной конца шестидесятых годов вообще сколько всего было фарисеев вы знаете кто если по флавию читал знает или кто-то справочный кто знает а да до шести тысяч в садукеев было несколько меньше это всего по всей 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 стране это вот те которые соблюдали это не только учителя это все все настоя так сказать прушим которые были подтверждены как настоящие прушим настоящие отделения это вот те которые считались соблюдавшими вы можете себе представить среди миллионов людей потому что остальные не тянули не могли даже даже не могли претендовать на соблюдение всей этой системы кошельки не тянули не могли соблюдать и сами это осознавали зато эти тысячи они чувствовали себя солью и светом элитой духовной и страшно гордили своей вот этой я не говорю что все так сильно гордились но гордость была очень распространена очень распространена и о фарисейской гордости ходили легенды анекдоты шутки с одной стороны среди садукеев с другой стороны среди исеев и уж конечно же среди простого народа были конечно среди фарисеев действительно люди потрясающей искренности перед Богом которые понимали что они на самом деле все равно не могут соблюсти все требования собственной фарисейской праведности даже при условии жертвы очищения и они конечно вели себя смиренно значительной мере смиренно с некоторыми головами даже у самых смиренных но остальные тащились остальные чувствовали себя на такой высоте что они оставили через своих учеников заповеди постановления такого рода не селись рядом с амгарес проклят он лучше селись рядом с язычником чем с амгарес то есть лучше селись рядом с идолопоклонником чем с простым не ученым евреем который верит в бога израиля но не соблюдать не выдавай дочь замуж за амгарес не позволяй сыну жениться на дочери ибо проклятие придет в твой дом и так далее и так далее есть вообще крайние высказывания которые я думаю все таки нельзя понимать буквально вплоть до того что там если увидишь амгарес который там стоит над пропастью от него пропасть и тому подобное чуть ли не призывы к убиению простых евреев конечно это не имею ввиду убийство всех простых евреев это понятно но это показывает ненависть многих фарисеев к простому еврейскому людям отвращение от него потому что они нечистые 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 там была очень сложная ситуация с праздниками потому что на праздники стекались в Иерусалим массы сотни тысяч простых евреев и для фарисеев это было трудное время потому что трудно было не скверниться например были выработаны правила беседы с амгарой нельзя было чтобы дистанция была меньше там определенного количества метров знаете почему потому что слюна при разговоре могла попасть а слюна амгарец оскверняла истинного фарисея или каганин священника и так далее и так далее и так далее вот поверьте что я это не вычитал в христианской литературе я это вычитал в конкретной иудейской литературе и эта литература есть на частично кое-что уже есть на русском языке чтобы вы могли проверить и разобраться пришедший в такое общество и и начал вести себя в невероятном скандальном образе понятно почему Иоанна они отвергали потому что Иоанн не делал различия между ними и простым народом и более того он подчеркивал что те кто считает себя солью и светом те кто считают себя сливками еврейского общества они должны именно они особенно нуждаются в Тукоят это возмутительно вы представляете сейчас вот приходит например православная церковь человек которого признает православные люди массами которые считаются святым старцем и начинает призывать православную церковь покаять и когда ему идут священники приладки идут делегации которые вроде бы хочет выразить ему почтение он говорит а вы первые нуждайтесь не думайте бежать от будущего гнева до всех внешних выражений принесите плод истинного покаяния своей жизни как вы думаете как отреагировало бы православное духовенство вы понимаете да то есть поэтому конечно же понятна позиция Борисеева и Саддукеева в отношении Иоанна начало служения еще не было таким возмутительным единственное что чудеса и знамения невероятные которые Иоанн не делал и которые никто не делал это уже одно насторажение но он вел себя более мир поначалу потом странное предпочтительное отношение к простому я повторяю некоторые вещи потому что они важны странное предпочтительное отношение к ни в чем и и учение которое переносило акцент со множества ритуальных заповедей на заповеди относящиеся к сердцу человека учение которое которым почти ничего не говорилось о ритуалах и обрядах именно ритуалы и обряды это были основа власти священников книжников и фарисеев именно на изучение галахи системы обрядности и ритуала первую очередь не только этого но в первую очередь ритуалов и обряд ритуальных постановлений запретов и так далее именно на изучение галахи было направлено первую очередь учения тогдашних мудрецов какому было делом и вот этот новый странный учитель провозглашенным провозглашенный Иоанном учителем как бы большой бухгал он ведет себя совершенно по-другому он переносит концерт с этого на область нравственности на область личных отношений каждого еврея с Богом и с людьми евреями это уже шутка это уже шутка затем он позволяет простым идеям подходить ему близко обступать его идти за ним и называет их учениками но они не могут быть учениками пока они остаются амгарец пока они коренным образом не изменили свою жизнь пока они не вошли в какую-то из индейских школ которые господствуют которые господствуют мы знаем про две основные школы делили письма но это просто господство еще куча амгар не отрекся от своей обычной жизни пока он не посвятил себя изучению постановлений мудрецов и комментариев то он оставался нечист пока он не стал исполнять скрупулезно все ритуальные уточнения он был нечист настоящий учитель не мог называть такового своим учеником не мог позволять подходить к себе близко не мог обнимать и так далее и так далее разве что нужно было спасти жизнь этого человека разве что а так это спирнение а это дело и более он странным образом не сверял свое учение с позиции главных мудрецов и учителей и учителей и мало того его как бы не волновало что они думают о его учении он не только не входил в обычную систему парисейско-садукейской жизни но он не принадлежал и киесеев он был как бы сам по себе и вел себя настолько независимо и настолько оригинально настолько нестандарт что это не могло не возмущать тех кто претендовали быть светом земле израильской и опять и опять вопрос ученический вопрос обучения вопрос методологии учения вопрос целей учеников вопрос результатов плодов учения становился крайне важно для чего чему он учит этот раби этот учитель какие условия он выдвигает перед учениками куда он их вообще ведет какой цели чего он хочет от них добиться дорогие если вы посмотрите евангелем не дают вам исчерпывающие ответы но ответы если мы представим себе шокирующие 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 просто шокирующие просто шокирующие тот который сам не учится ставит себя выше всех почему одно это невероятное невероятно вы помните где же он учился сам у какого раби это вопрос был обязательным никакой раввин не имел право называться раввином учителя если у него не было учителя с известным именем уважаемого в среде учителей от которого тот перенял религиозную традицию этого или школы возглавляемой тем раввином здесь ни школы ни специального раввина учителя ничего и в то же время авторитет такой как ни у кого и мало того претензия на то что в абсолютном смысле только он может называться учитель ясно что постепенно именно у тех которые были против него глаза начали открываться на фруктуру на то кем он себя считает вы помните если самарянка получил откровение что он сказал если Шимон получил откровение прямо от отца то именно враждебно настроенные по отношению к нему поняли что он причисляет себя к Богу с такой власть такой независимой с такой силой с такой оригинальностью он провозглашал древнее еврейское учение учил древней торе которая в его устах становилась новой новая тора новое учение новый договор новый завет если вы почитаете пророчество и сравните с тем что говорил как раз напирал он все время подчеркивает именно то что в вашем сердце определяет перемена в вашем сердце это необходимые и достаточные условия для того чтобы вы стали настоящими божьими детьми детьми не просто по плоти детьми неформально детьми нерелигиозно но реально в духе по вере он прямо ссылался на пророчество о новом завете практически с самого начала на разные лады то есть если вы услышите разговоры о том что это апостол павел придумал новый завет или там еще кто то что вот только в конце перед смертью что заговорил о новом завете и вообще вот все эти коренные изменения это произошли уже после того как он ушел а сам он был не такой не верьте это ерунде потому что сам еще как только начал учить повел людей к новому завету к новому завету это очень важно очень важно нет разделения евангелия деяния послания понимаете это не разные библии это все входит корпус новозаветник писания и во всех их совершение раскрытия нового завета проявляется уже на первой странице и так пришел учитель возвещает новое учение которое есть древние тора но обновленные древние учения древние тора древний завет но каким-то пока необъяснимым невероятным загадочным образом преображенное так что люди понимают он говорит так и говорит никто до него он учит так как не учит никто кроме него это не так только и здесь мы подходим к очень важному моменту еще подводит к тому что наступает новое время перемена в сердце может и должна происходить у каждого человека и не внешнее обучение не просто сбор ортодексальной информации не просто скрупулезные выучивания книги левит вы знаете что обучение мальчиков в то время начиналось заучивание на память книги левит это считалось самая важная книга тора выучивали на память изучали разбирали в первую очередь книгу левит твойка почему как вы думаете да да эта книга по русскому названию понятно только русском что эта книга она вся посвящена законам центр которых храм и священство там акцент делается на храмовом служении все остальное как бы исходит из этого вращается вокруг этого питается и вот с этой книги начинали изучение тора и пока мальчики не запоминали наизусть книгу левит те которые учились и пока не не были проверены в том что они понимают это не шли дальше вы знаете вы знаете так как будто бы разделение на когамин левитов и израилитов три основные категории вообще народа на который он считался разделенным от бога и вначале так и было вы помните что это разделение это не было совершенно кто помнит что разделение на священников левитов и простых так сказать израильтян это не было совершенно его левитов сначала кто помнит вы можете об этом прочитать в частности книги исход вся история с золотым кельцом и другие параллельные места показывают вы можете это прочитать в языке Иля например двадцатой главе это не было совершенно его левитов но на то время считалось что это непреложная совершенная воля Бога и вот учитель который как бы игнорирует это разделение и который центром своей деятельности своего учительства делает как раз самую низкую категорию людей а среди это низкой делает еще низшую среди низ невченых израилитов потому что амгарец это не просто израилит а это вообще не ученые он рассматривался как духовно и он был таковы на самом деле он принес он совершил взрыв отношения к учению к ученичеству и к мудрости в израильском обществе он не первый кто начал говорить об этом этот взрыв прошедший через ешуа был подготовлен другими искателями бога искательными искателями истины еврейском народе но совершен он был через машех вот здесь как раз здесь как раз друзья начинается раскрытие мессианской теологии здесь как раз начинается раскрытие мессианской теологии которая впоследствии конечно стала разделилась на христианство и мессианство а потом от нее осталось только официально христианство которое в очереди разделилось на множество первоначально это было одно богословие одна вера одно учение и это учение ясно утверждало нет тех которые глупые и тех которые мудрые все глупы перед богом нет тех которые сильно ученые и благодаря этому они выше остальных все не ученые перед лицом живого бога израиль нет тех которые особо знающие отчасти знающие и вообще не знающие все не знающие на самом деле если кто-то думает что он знает вы помните да значит он ничего не знает и какой же выход а вот благодаря с такой исходной позиции есть выход для всех казалось бы такое отчаянное начало но потом полнота надежды для каждого потому что нет таких глупых которые не могут приобрести божью мудрость нет таких не знающих которые не могут войти в божье знание нет таких не ученых которые не могут научиться и что для этого нужно смириться перед богом признать свою слепоту непонимание незнание и и ваша жаждать его единственном мудрости его понимание его слова как она есть и когда еще говорит евангелом очень странные вещи славлю тебя очень вы помните это да господи небо и земли 11 глава от мотвея 25 стих что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцев ей отче ибо таково было твое благоволение это не значит слушайте что ешуа против мудрецов и отец израиля не любит ученых евреев как некоторые понимают понимали тогда кстати потому что среди амгарец была тоже сильная вражда против учебных она иногда тоже перерастала просто в ненависть рабе актива говорил который был до 40 лет полным амгарец только потом начал учиться стал великим светочек рабе актива когда я был амгарец я бы встретил ученого раввина я бы его зубами запросил ясно что это тоже он конечно утрировал ясно что он не был такой живодер кровожадный кровинской крови но он просто объяснял какую ненависть он испытывал и простые многие простые евреи к вот этим отделенным и возвышенным якобы над ними мудрецам книжникам фарисеям и садуги и вот смотрите господь никогда не испытывал ненависти он их также любит как любил и любит как я сказал и сейчас господь любит раввинов так же как любит простых евреев некоторые думают что он ненавидит нет любит понимаете и он очень бы хотел их но он не будет учить на на самом деле не бог прячет свою мудрость от мудрецов но мудрецы в своей мудрости прячутся от мудрости много нестисания подтверждает это недостаточно взять первое коринф первую главу с 18 стиха ибо слово о кресте для погибающих безумие глупость есть а для нас спасаемых силы ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергнут у какого пророка заимствовал это пророчество шимон ой раби саул апостол павел у какого пророка у исаи а можно посмотреть вы пользуетесь этим справочным аппаратом который тут же в библии между колонками это недостаточно но уже полезно 20 стих где мудрец где книжник где совопросник века сего не обратил ли бог мудрость мира сего в безумие это первая глава первого коринфянам 20 стих 1 коринфянам 1 глава 20 посмотрите вроде бы здесь бог сам плохо относится к мудрости мудрецов к мудрости книжников к их самым изощренным вопросам к их системам к логическим построениям но на самом деле это не бог им плохо относится это 21 стих ибо когда мир своею мудростью не познал бога при мудрости божьей то благо угодно было богу юродство безумие в украинском переводе дуристу проповеди спасти верующих и так все дело в том что когда религиозные мудрецы книжники учителя раввины отказались познавать бога в его премудрости то есть мудрости превосходящей всякую мудрость когда они закрылись от этого своей маленькой мудрости которая давала им иллюзию своего превосходства над немудрыми девчонами тогда бог повернулся к тем у которых не было этой предвзятой системы те которые понимали что они глупы и что они ничего толком не знают те которые не имели религиозного идеологического информационного базиса на как с которого они могли бы пытаться диктовать богу как он должен их учить и для чего то есть причина на самом деле не в боге причина в этих мудрецах причина в религиозных экспертах и специалистах причина в тех учителях которые думают что они такие ученые и которые считают что ученый дает им право на многое такое на что у них права нет поэтому еще говорит славлю тебя отче господу небо и земли что ты утаился и от мудрых и разумных и открыл то младенца потому что бы потому что смотрите друзья если бы господь продолжал апеллировать именно к мудрым именно к тем которые считались разумными и по человеческим понятиям превосходили своими интеллектуальными качествами других если бы он пытался подстроиться под их понятия о мудрости под их желания и нежелания под их гордость превозношения и комплексы потому что всегда вы знаете за гордостью мудрецов прячутся и комплексы те или иные если бы бог продолжал пытаться через них обратиться к народу то было бы большой горы понимаете цуры были всем и мудрым и невченым она в одном из главных пунктов была революцией обучения в народе израиля это конечно вас касается очень остро как и всех учащихся и мы говорили о том что часть этого революционного подхода заключалась приоритетном обращении именно к тем слоям еврейского народа которым обычно не обращались мудрецы учителя раввин и мы говорили с вами о том что что бог в лице ешуа не отверг мудрецов не отверг события не отверг но он отверг их горделивый самоуверенный религиозный подход и у них был вывод отвергнуть его вместе с богом или во что бы то ни стало держаться когда большинство их выбрало второе то они сами оставили себя в положении ответ и если бы господь продолжал обращаться в первую очередь к ним и продолжал связывать себя необходимостью добиться признания именно у этих духовно господствовавших начальствовавших в Израиле то он бы перекрыл себе доступ ко всему народу и поэтому ешуа славил отца за то что отец это не бог религии отец это не бог иудейской религии это не бог парисейской религии не бог саддукейской не бог это не бог христианской это не бог мессианской религии это суверенный любящий бог который взывает каждому но когда те которые должны были бы первые услышать и принять его призыв отвергают его он не отчаивается он не разочаровывается бог не падает в обморок но он просто обращает свой призыв тем кто ничего не стоит в глазах власть имеющим он обращается к так называемым маргиналам он обращается к тем кто на периферии общества он обращается к тем которое по понятиям даже единственного божьего так сказать общества тогдашнего мира были глупыми невченными и окончательно потеряны это чудо мы опять же не представляем себе какое это было чудо в глазах тогдашних людей для одних это было отрицательное чудо для других это было чудо с огромным плюсом тех которые думали что у них монополия на знание у них монополия на духовную информацию у них монополия на учительство у них монополия на духовное наставничество на водительство народа для тех это просто шокировало и возмущало это подрывало основы их власти основы их влияния формального и неформального это подрывало их религиозные понятия это подрывало их религию поэтому они искренне и от всей души когда они поняли что происходит начали противостоять наше для других которым это было обращено для тех из них которые действительно жаждали выхода и которые жаждали этого выхода любым библейским путем для тех из них которые не были повязаны этими религиозными условностями и которые понимали что именно Тора именно пророки именно писание это слово живого бога а комментарии и постановления мудрецов это комментарии постановления человеком для них это была радость это был великий шанс вырваться из своей безнадежности потому что многие места в притчах толковались именно в сторону безнадежности для неученных мы не читали еще другие места где говорится что рожденный глупым не научится мудрость в устах глупого как кольцо в ноздрях быка и так далее то есть есть в притчах места писания которые говорят о безнадежности для людей считающих собой